Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И заканчивая разговор о книге пророка Иеремии, мы обратимся к 52-й главе. Собственно, 52-я глава больше напоминает приписку, сделанную позднейшим редактором. Краткий такой исторический свод того, что произошло, как реализовывались, по крайней мере, те пророчества Иеремии, которые были обращены к израильтянам. И здесь речь идет о том, что вот царь Сыдыкия делал злое в очах Господа, и гнев Господень был над Иерусалимом. И дальше, собственно, рассказ о том, как это произошло, о том, что Новохудоносор осадил Иерусалим, сделали пролом, в гарнизон военачальники сбежали, чтобы спастись. Ну, мы не знаем, может быть, у них были там какие-нибудь благородные побуждения организовать сопротивление оккупантам, а может быть, они просто хотели выжить. Это, в конце концов, не важно. Важно, что военные сбежали, царь Вавилонский поймал и уничтожил их, и заколол сыновей Сыдыкии перед глазами его, и убил большое количество знатных людей при дворе царя Сыдыкии. И, в конце концов, самого царя тоже ослепил, заковал и отправил в Вавилон. И дальше говорится о том, как много и каких людей выселили в Вавилонине, бедных из народа и прочий народ, и перебежчиков, и остаток простого народа. Новозардан, начальник телохранителей, выселил, оставив только совсем чуть-чуть сельскохозяйственных рабочих. Самых разных людей, всех практически, без различия социальных групп, выселяют в Вавилонине. Так нам об этом рассказывает Иеремия, ну, вернее, скорее всего, все-таки редактор, завершавший книгу пророка Иеремии. В других источниках не всегда так же, в некоторых случаях кажется, что, скажем, там, больше элиту угоняли в плен, а простонародье оставляли здесь. Здесь вот написано так, по крайней мере, утверждает редактор книги Иеремии, что бедных из народа и прочий народ, оставшийся в городе, и даже перебежчиков, всех выселили. Город остается пустынным. Смотрите, оставил только тех, кто был нужен для виноградников и земледелия, то есть это уже не город, это уже какое-то поселение землепашцев. И далее вот следующий фрагмент этой главы очень подробно перечисляет медные сосуды, огромные, множество, тяжелые сосуды, которые были взяты, которые были захвачены и вывезены из Иерусалимского храма. Все это святыни, все это утварь, которая необходима для богослужения, и все это захватили в Вавилонине. И что было золотое и золотое, что было серебряное, то и серебряное взял начальник телохранителей. Вот вся эта огромная масса ценностей, бронза, медь, оружие, которое можно из этой меди сделать. Вот это вот все ценно для Вавилонина, просто как металл. Здесь все время автор говорит медное, 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 медное. Именно имею в виду, что им не предметы роскоши, и не произведения искусства были нужны, а исключительно вот этот самый материал. Материал. И значительная часть этого материала действительно потом пошла в переплавку. Ну и, кроме того, здесь сообщается о том, что и первосвященник, и второй священник, и другие люди из священства, самые разные люди, которые занимали какое-то положение, казалось бы, вполне мирное, тоже были взяты в плен и поражены. И заканчивается эта глава, и вся книга указанием на то, какое количество людей, ну, тут написано «4,5 тысячи душ», было угнано, было взято в плен Вавилонский. Книга Иеремии очень большая, 52 главы. Она начинается с разговора о том, что неверность Богу, неверность Завету Божьему, подлость и обман в социальной жизни, вот такого рода вещи, все это приводит к катастрофе, к падению. И пророк говорит сначала о том, что вы поклоняетесь каким-то нелепостям, потом он говорит о том, что ваша жизнь полна ужаса и крови, которую вы проливаете, и обманы, и жадности. И многое-многое другое говорит о том, что вот это обязательно будет наказано от Господа. Неужели ты думал, что я не накажу за это? Ну и вот заканчивается разговор, собственно, перечислением тех людей, которые были взяты в плен и уведены, и рассказом о том, как именно это и реализовалось, эта логическая связь между грехом Израиля, Вавилонской победой и пленением Израиля. Продолжение следует...